люди добрые сборка начинается так что всем привет приятных просмотров уже начинает вырисовываться такая красота каждый датчик сижу вытираю протираю мою как говорится дравля и вставляю насчет датчиков или как там по вашему указатель или как там прибор щитка по нашему гейджис начинает вырисовываться по маленькому картина черная на белое черный хромированный ободок значит первый ряд я сделал все по феншую у меня масляная температура мотора масляная температура трансмиссии потом переднего аксела потом заднего аксела то на сквозь до задней оси и потом уже в одну воздушный фильтр значит тут разницы нету как их ставишь так как сзади у нас просто проводки втыкаются в друг друга и все и компьютер их читает так что очень солидно получается черная на белое просто какой-то шедевр я тоже думал как будет chrome выделяться на белом не выделяться будет его видно оказывается все видно отлично мне нравится как то так кто-то спрашивал вопрос и даже не один парочку читал почему не взять сюда навигацию оригинальную спаркара или там спитер билда квадрата этот здоровенный вместо этих датчиков здесь большой квадрат идет навигация мне она вообще не нравится мне нравится вот такой олдскул лук когда все приборы на своем месте вот это у нас уже ребята называется full dash полная приборка вот эта тема все ли они будут работать которые докупил вот чем вопрос ни разницы нету чтобы они все горели ночью так это у нас уже дверь помытая так что мы берем вот так засовываем аккуратненько так ребят помогайте камеру держать не получалось у меня одной рукой так что двумя чтобы не поцарапать да еще некоторые это дерево тоже красит белым мы посмотрим и верхняя часть только первых ногами да так класс процесс пошел значит ребят пока все вот так одевается поставил эту чуть-чуть наживил ее и проверяю если у нас колонка модификация наша будет упираться она как раз только только до нее так что будет ходить ладно вся проводочка все подписана тут не перепутаешь кросс контрол второй курс контрол я их так вытащил поставил как они сучок были два нижних два верхних четыре верхних по очереди стоят сейчас эту панельку ставлю все по очереди по цене и и все я только радио не поставил так как в радио предохранитель целый сзади радио еще есть приемника а снизу на фьюзбаксе еще не смотрел то посмотрю там предохранитель на радио если сгоревший то буду это радио устанавливать если нету новое куплю таксели так с какой страны начинаем на нас левой с левой и снизу во первых у нас идет сразу же крус контрол и 2 упираемся в датчик они в белую чтобы пятна не оставлять сразу же подсоединяем печку blower control и и вента у нас шо сюда идет опа выскочила так не думаю весь не сразу собираем янта у нас дашь слепы и это у нас эйси контрол расси кончал на вот он это с палки воздухом я там продул но что-то намного не дало чуть-чуть оттуда вылетела и все так что спасибо кто написал что проду воздухом принял я ваш совет продул сколько выйдут столько выйдут как бы все равно хорошо теперь опускаем две вот этих проверяю дашь switch аукс и интерчонос фил сон, ага, сануя есть. пускаем два этих они как-то вместе идут это у нас получается engine break engine break она engine break рейнджер так и есть так что народ кто-то писал не перепутай потом видосы посмотришь тут ничего смотрите на все подписано вот два осталось у нас и все два у нас каких region region switch до на печку вот он она и старт и прочитаем прочитаем фэн фэн точно вот вентилятор включать вентилятор на моторе так что тумблер на вентилятор чтоб не перекрывался у нас есть это уже добрый добрый теперь на радио у нас остался 2 3 3 до 3 проводка все мы их оставляем потом радио вот ки вытаскиваем под сынями радио втыкается и все сразу же закручиваем устанавливаем спидометр вперед надо поценить здесь все датчики между собой по ценил и только у нас включается или в нижней еще добавляется проводочек и все потом работает вот он как раз проводок один один настыкается спидометр а один в любой как говорится гейдж и они все работают все проверяем вдруг пропустили и и и и и и Раз, два, три. И это значит у нас дифференциал лог, так, сюда вытянем. Агента у нас радио, вот она, вот она панел, значит или с этой стороны можно его подсоединить или с этой стороны, разницы нет, подсоединим с этой стороны его. Все, вот так. И пару воздушных шланчиков и все. Такая красота, вот такая красота. Так, значит воздушные шланчики у нас тут идут все четко. Один туда, другой сюда. Эти между собой. Воздух подают. Один другому. Венты сюда. Отлично. Значит мы решили одним пойдем в нижний, самый, самый нижний датчик, вот сюда. Так. Значит с него мы и начнем. Почему белый? Это я с джанки снял. Один мой вот этот, с тринадцатого года. В тринадцатом году шли белые. В четырнадцатом году пошли черные. Чуть-чуть изменились. А проводка та же самая. Ничего не поменялось. Вот мы ее сейчас вставляем в четырнадцатый год. И тут же вставляем ее в тринадцатый год. Штыкер тот же самый. Ничего не поменялось. И все будет работать. Справа на левый, справа на левый. Так как я их ставил, как мне понравится, гармонично, чтобы все было, то проводки теперь у нас надо вытаскивать, менять. Так. С правого на левый. Интересно, что у нас получается. Отсюда идет. Потом отсюда сюда идет. Потом сюда. Ага. Ну давай так. Давай так. Пошел сюда. Янта у нас пошел. Сюда. Янта втыкается. Сюда. Янта сюда. Янта сюда. Янта тогда у нас пойдет сюда. Янта. Янта сюда. Так. Типя нам не хватает вот этого. Идет сюда. сюда иенто у нас идет вот сюда все теперь они все между собой соединенные кроме или сюда можно подать или сюда подаешь самый оригинальный вот этот где он тут уже упал вот он подсоединяем его потом и они все начинают работать прежде всего сейчас займемся воздуха нами воздушную систему на поставить вперед электрическую поставим разберемся это у нас аксел лак дифференшал лак нижний аксель у нас нижний так второе у нас пятое колесо fifth wheel по нашему называется fifth wheel мы его переводим пятое колесо по вашему чуть по другому и suspension dump air suspension опускать заднюю задний хвост опускать заднюю раму подвеску так это все у нас будет светиться теперь подсоединяем панель последнему датчику теперь шланчики шланчики у нас все по цветам буквально все по цветам коричневый коричневый серый серый тут их не перепутаешь это надо быть не знаю какому чтобы перепутать цвета вот раз только серый коричневый коричневый потом у нас идет purple и зеленый purple и зелененький все и еще один черный у нас на air gauge с какой мы вес везем на задней suspension он уже здесь шел назад и я еще докупил передний два у меня suspension load suspension на передние воздушные подушки уже купил на джанке и задние я их вместе поставил передок задок все мудрить ничего не надо сейчас заднюю воздушные airbag подсоединяем плагин сделал все это дело мы затаскиваем назад туда села на свое место это все хромированное продается ребят спасибо что написали это надо было вент синим покрасить попробовать да насчет этого как я всегда говорил посоветуйся с женой и сделай наоборот и у вас сто процентов будет правильно я вот уже 20 а сколько же я женат и уже мая столько люди даже не живут 25 лет на работе да у меня серебряная свадьба вот на носу в марте кстати уже 24 года самая лучшая женщина на свете но всегда посоветовался и сделал наоборот ну вот в этой вот вот декорейшн декорация я посоветовался с женой я говорю жена показал фотографии все как люди делают как я составил ей список план своей работы я говорю эти хочу вент все синеньким сделать она посмотрела говорит не пойдет или все в белый делай и я хотел эту синюю сделать полоску она говорит тоже не пойдет вот это пойдет синим вот сюда кверху она одна палочка говорит не пойдет делай ее белым и делай вот эти вент тоже белым они у нас даже крутятся все нормально то что там есть зазоры сдираться не будет так что нормально все беленьким будет нормально смотреться я надеюсь если нет мы их вытаскиваем куплю хромированные поставлю все то что кроме хватает эти все будут хромированы как то помнит так раз нам делал все полностью хромом покрывал и эти тоже кроме если будут dance то тоже будет сочетаться все погнали дальше затягиваем и мы закончили буквально сдашь борт мы закончили только радио не знаю надо будет что-то с радиом делать смотрится она так ничего но что-то не включается сейчас придется продохранитель найти проверить сразу ребята пару вопросиков у вас задали будем мы трак перекрашивать нет я уже это говорил еще раз объясню покраска вот я смотрю кроме крыла правого да там подсок она чуть-чуть его даже делать пока не буду она у меня как бы трак ответ надо проверить это я занимаюсь это как бы в копейке мне встал краска это это все моя работа а пока я стою делать нечего пока мы ждем механика вторника мне делать нечего то я занимаюсь самой простой дешевой работой что нам не как бы по карману не бьет то что в банке я заем так и не взял они тоже там что-то начали мудрить он не перезвонил буквально пятницу в пятницу вот перезвонил говорит пару вопросиков есть туда-сюда я уже слышь мужик уже не надо и это американский банк то я все деньги со своего счета снял ну и добавил скорее карточки и все как они берут 18 процентов то у меня кредитные карточки то же самое возьмут быстрее выплачу да и все значит кассе трака не будем крыло пока не делаем вперед его обкатаем посмотрим что еще надо по ходовой после как вкладыши на поменяют растягивать рака тоже не буду двести шестьдесят пять база мне хоть у меня было кенверс двести шестьдесят один шестьдесят два как я так и умер 260 скажем это двести шестьдесят пять а здесь спальник намного меньше 48 баки подвинем и он будет красиво смотреться мне было главное кусочек красивой рамы и все какая там длиной 5 фитов или 10 фитов мира если нет самое главное длиннющий капот и flat tab 48 спалка все я доволен и синяя рама еще покрасим вот вот раму я обновлю синяки красивый цвет значит стаканчик синий как кто-то подметил стакан перекрасил стопудово к этом еще не помыл теперь вставляем янта у нас белая где тут сюда не знаю было бы синим красиво не было бы женка посоветовала синим не делать это замыкается вот так значит оставить первое я вот так вот это все ставить сюда раз как-то так народ а мне нравится мне нравится так устанавливаем колонку устанавливаем колоночку потом руль не могу дождаться пока руль поставим ребята янта заказал 12 инчи удлинитель умерил ботинком белая ручка хромированный вниз и хромированный рендер cover ну и экстенчер тоже хромированный взял черного у них не было инстаг просто можно было черным добавить и все же подать цвета было но взял chrome красиво не было но это не все не было нет не было нет 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 Продолжение следует... 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 или эта крышечка снимается снимается но не так то просто не так то просто это все снимается мы снимать не будем мы снимать его и значить а подтянем пойду я головочку подберу до момент истины а что если нам его вот так сделать чтобы он не падал у нас руках хотя бы лежал да я то у нас подсоединяется сюда а окей он не работает значит надо адаптер ставить нехорошо нехорошо нету массы массы нет значит они дали адаптер проводочке прикручивают там маленькие болтики есть откручиваешь ставишь на а а а а а а а а такая красота руль называется forever sharp а а а а а а а а не поцарапать бы ребят не торопитесь не хватало еще царапин на новом руле да ну все папа нам надо сделать что она не фручит ну чё моментов чут насколько она низко опускается так ты чё посмотрите как она стоит классно а когда она стоит по оригинальному вот так вот так и опускаешь сиденье на пол и раскладываешь спинку дальше ты уже не можешь его взять и не до не доходишь да вот я сейчас вот разложил допустим вот так у меня на вытянутую руку опускаю и уже вот он вот он уже намного лучше классно довольный как слон так люди добрые зацените тут у нас белая с руля все таки я содрал оно намного больше но но изолента двойная да double tape прикрепил и все на 3м здесь у нас беленькие здесь у нас вот такая красота синий переход белый и белый руль тут же у нас беленькие вент воздуханы беленькие под беленькую я думаю нормально смотрится включаем зажигание и они все загорают сразу лампочки не знаю если камера передает все работают а потом раз потухли а если мы включим свет проверяю предохранители на радио с обоих сторон предохранителя должна загораться лампочка два предохранителя нашел на радио и они оба рабочих и один на самом радио я его вытащил он нормально смотрится я сейчас по ценю и тоже его проверю все плаги вот один пучок идет у нас на радио сразу можно проверить если хоть где-то что-то ток есть вот тут смотрю два вот нема зажигание у нас включено значит плюс у нас есть два плюса должно быть один постоянный другой на зажигание вот это у нас на зажигание так зажигание включили радио должно работать подсоединим опять сейчас всю проводочку ага думаю как же она справлялась лента у нас вот так шло лента у нас шло вот так лента у нас шло вот так антенну нам не обязательно подсоединим 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 хай буду так дисплей не работает scan next и это просто у нас чтоб выезжало да радио это классно и акс есть и юсб и сирии че еще надо работало бы я бы его оставил так ну ладно проверяем если у нас ток с обеих сторон на фьюзи если у нас ток с обеих сторон на фьюзи вообще тока нету вот этот красный есть на самом предохранителе ни в одной дырке нету тока нема вот это интересно обычно нажал он включился нажал выключился дисплей это просто меняешь дисплей я не думаю что он выключается ладно что мы делаем предохранитель если сгорел сгорел то он все равно на одной стороне рабочий мы его все равно вытащим так он не вытащится вот его видно внутри он целый в одном из контактов должен быть плюс подходить а он не подходит значит нам говорит что в радио и проблема так народ занимаемся модификации воздушного когда снимаешь воздухан из крыши то у тебя получается четыре теперь открытых отверстия вот этих вот три надо теперь заблокировать оставить одну и одну пустить вниз по вот этой вот стойке и до самого низу как-то надо опуститься и потом вывести это все в капот под капот ну наверное рано я собрал этот дашборд да рановато ну ничего опять нам будут разбирать значит что делаешь их можно просто воткнуть один в один допустим но одна остается и все равно надо сплэри ставить на одну значит я взял три сделал шланчика загинаю их вставляю в три отверстия и все она получается между собой будет воздух ходить а с одной пойдет у меня вниз вот так вот а тройничок там три отверстия заблокировал получается и одно осталось и одну теперь надо куда-то ее вниз опустить как-то попробовать погнали и вот где у меня фьюзбак стоит предохранители тут же само вот этот манифолд воздушный стоит куда буквально вот снизу два отверстия есть зелененький и оранжевый да он оранжевый да он вот в них всуешь а уже внутри с капоте в это же самое отверстие сунул другой шланг и потянул уже на дудку значит снимаем вот этот пилар панел так как все равно его снимать козырек идет я сейчас проверил козырек в среду придет а он у нас вот здесь окрепится через вот эти отверстия боковину и вставляем туда коры инч как говорится хоус или даже можно не оттуда вставлять можно прямо отсюда вот один конец вниз пустим другой кверху вот так один кверху и вставляем вам видно мне теперь не видно и за вас куда вставлять вот так раз его воткнули небольшой загиб у нас чтоб его не сложило не поломало с запасом так и пошел у нас сюда вниз опускается и теперь как раз так с запасом его сделал до самого пола протянул я этот воздушный шланчик вставляем его теперь в зеленое отверстие неудобно левой рукой неудобно так таким макаром здесь уже шланчик вывел под спалку пойдет а вот там наш зелененький заблокированный вот он значит народ лайфхак помните да у меня этих две шипит чтобы не менять весь этот воздушный воздушный очень-очень много в нем подсоединенных шланчиков я его менял на красном мы с Артемом прям удохались меняли его на что я решил сверху просто закрытые отверстия такими плагами плаг пластмассный пластмассовый тут дырку как бы не вырежешь я его силикончиком обмажу и все чтобы вода не попадала но он даже не попадет туда оно под конусом сделано значит всегда надо иметь с собой quick connects вот такие у меня их целая пачка всякого разного диаметра чтобы на все шланги подходили и все вставляешь просто хоус внутри снутри вытаскиваешь подсоединяешь внутри и этот сейчас вытаскиваем нажимаем и вытаскиваем только тяжело вытаскиваться над отверткой этот вставляем с этой стороны тот вставляем внутри и все и этот отверстия уже сносились внутри мы его менять не будем кто-то говорил там какие-то что-то меняется какие-то о-рингс или сальнички я не знаю что никогда не разбирал да и там не подлезть места мало если бы он у меня в руках был бы я бы еще с ним поковырялся мучился мучился не мог вытащить обрезал засунул все пошла вода горячая сейчас второй так же самое попробую его отверткой его надавливаешь внутрь отвертчик поодерживаешь и шланг должен вылезти ну когда там что-то уже поломато или все прикипело то шиш 2 то мы ее оставим как затычку да и все вот так этот манифолд смотрится снутри как я говорил две запасных есть вот йентот и йентот я бы оригинальные мог бы просто сверху вниз перенести и использовать их а уже допустим воздушный так как мне просто его подать 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 его да сигнал как бы ну и что что он там чуть-чуть воздух стравил то мелочи может я так и сделаю то что я сделал вот так два их переделал можно один видите один у меня пойдет на передние подушки оранжевые оранжевые я оставлю для передних подушек все равно одного хватать не будет короче так пока хватит вдруг там еще какие-то шипят все буду вот так переделывать да и все там отверстия хоть отбавляй они вон все выше и выше идут я самый нижний использовал а там еще вот по ступенькам поднимаются выше и выше освобождаешь отверстия переделываешь их по-своему и дальше погнали все раз снял снизу пластмасску сейчас здесь я все буду мыть пластмассочку помою и там пропали сошу так что мелочи хватает ребят возиться возиться тут еще и возиться проверяем тормоза колодки колодки нормальные так кто подскажет как вот этот tbs сенсор вытягивается колесо снимать не надо просто вытягиваешь его и все интересно сейчас посмотрим как новый смотрится значит bendix wheel speed sensor парт номер вам кейс 181 265 простой вот такой ни из стопорного колеса ни колечка ничего значит просто вытаскивается плагин делается и все значит взял плоскогубцем просто его и вытил очень легко пошел значит грязи здесь очень много целый слой как говорится может быть почистить он будет работать ну раз я его купил и он всего 60 долларов стоит то я поставлю новый вся проводка шла в раму суется и потом по раме идет здесь у нас зиптай запоминайте чтоб я зиптай поставил а то потом раз два все в грязи все в грязи толстый слой внутри в раме грязи так новенький просол в отверстие в раму здесь так же поставил зиптайм зажал он уже не открывается держится и усе еще отверстие тут в крысе вытиру и смажу там какая-то смазочка еще с ним есть значит коробка у нас bendix lubricant смазка должна apply намазаться на стейнлес стил нержавейку the wheel speed center body перед установлением осталась стил body это у нас вот сама эта штучка думаю сейчас промажем чтоб не ржавела внутри и все когда я здесь все почистил смотрю жестяночка а я думал в наборе думаю что за новая жестянка идет она вон оказывается туда внутри жестяночка вставляешь значит вот она новая жестяночка я наверное и внутри ее смажу чтоб она не прикипала и снаружи потому что это очень легко вышло красота ABS сенсор все про зиптайл на оригинальные места там все смазал поставил как и было значит если даже лампочка будет гореть так как может быть его надо будет ресет делать на компьютере так как они мне его будут программировать убирать speed limit чтоб он быстрее шел чем 65 то сразу мне EBS ресет сделает если вдруг что самое главное что я его установил переходим назад пробуем отключивать амортизаторы все четыре это для тех кто спрашивал какой силикон я использую ребят любой заходишь в магазин самое главное чтоб он был waterproof и все еще и красится и paintable можно покрасить и не водопроницаемый да как то так вода не проходит все ну я всегда беру clear чтоб его видно не было сейчас эти два отверстия вытереть вперед надо и силикончиком за силиконем все так побольше просиликонили посмотрите сколько грязи как вы думаете когда вот эта вот колоночка U joint смазался последний раз кто мне скажет на бедный трак все это надо помыть у меня ребята pressure вашу есть что я все буду мыть ну все в свою очередь вот у нас кстати дождик будет скоро вот тогда я его и буду мыть какая разница тракт будет мокрый и я буду мокрый дождик у нас через два дня а мне надо еще наклейки снять с него потом наклейки наклеить сегодня наклеечки приходят ну как приходят надо поехать забрать чтобы я не буду ну вон ну а теперь заводим красавца грязными руками не трогать нейтральная нам надо накачать ABS горит, стопудово загорелся diagnostic fault found, ABS connect service tool, видите надо service tool теперь подсоединять чтобы стереть это все дело сейчас накачаю воздухо потому что амортизатор не вылазит не хочу вторым донкратом еще раму поднимать народ это шедевр даже эти панельки сочетаются когда все белое сочетание красивое и там тоже продолжение белого аэрбэги наши здоровячие накачивать помаленьку аэрбэги наши здоровячие накачивать помаленьку поднялась рама и все не надо мудохаться опять вторым донкратом я один донкрат поставил чтобы пистолет мне под низ гайку выкрутить поставить ага там резинка снизу мешает сейчас подниму интересно а этот я поценил туда же а мои дудки а и 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 так что жестяночки у нас оригинальные остаются и гайки резинка снизу резинка сверху и 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 Опускать я раму не буду. Так как потом воздух не накачаешь, воздух стравливать. Используем Permatex anti-seize lubricant. Используем. 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 пошла родная здесь так же само у нас включите воздуха дышать темно это прикольно а а а а а а а Ставится перед чашечкой, потом йента и так же само снизу. А я думаю, что все таки. 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 Все. Все таки. 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 буду возить с собой мокрые салфетки. Загрузился, рукавицы снял, мокрыми салфетками, выйти руки и поехал. Только так, ребят. Дядя Вова тоже любит чистоту. Все, воздух накачался, вентилятор выключился. А то вентилятор здесь маслает, пока воздуха не встает в системе. А на Детройте, как вы заметили, почему вентилятор не включается. Потому что, наоборот, система работает. Подачу воздуха подал, он включается. А здесь, наоборот, подачу воздуха подал, он выключается. Как-то так. Сейчас полные баки наберу на 120. И буду смотреть, шипит оно или уже, может быть, не шипит. Я штанчики подрезал. И вообще забыл, зачем я сюда залез и начал его заводить. Ха! Мне надо пятое колесо подвинуть. Вот оно, пятое колесо. Мы его включаем. И мне надо его теперь руками передвинуть. Там моргать начало. Что у нас пятое колесо двигаться начинает. Здесь у нас, как шипело, так и шипит, если не хуже еще. Ага. Чуть-чуть больше зашла. Значит, я накачал воздуха, чтобы пины под пятым колесом вышли. Я даже не знаю, вышли они или нет. Сейчас возьму трубу и подвину его. Ну что, друзья мои, проковырялся я опять целый день. Ян-тот новый. А вот ян-тот не откручивается. Гайка снизу. Уже что только не делал. Надо, видимо, греть ее. Ну и два задних. Значит, надо раму поднимать, чтобы засунуть амортизатор там. Отпускаешь, поднимаешь. Но, видимо, уже воздуха нет. Так что на сегодня все. Всем спасибо, всем пока. Ну что, подписчики. Русинка Буратино. Пока вот чай скипел. Только зашел домой. С-под трака вылез, как говорится. Выпью всю Буратино. И будем подписчиков поздравлять. Алексей Гармаш. Спасибо тебе за классный комментарий. Привет тебе с Большой Америки. Значит, пишет. Вова, скажи, пожалуйста. Вот ты поздравляешь всех с днюхой. Вот, например, у меня 2 октября было 40 лет. Во-первых, я тебя поздравляю с днем рождения. Happy birthday. 40 лет это круглая дата. Так что с круглой даты тебя 2 октября, хоть и прошло уже, но ничего. Сегодня у нас какой? 11. Завтра у вас 12. Когда вы это будете видеть, это уже будет 12 у вас. Это всего 10 дней прошло. Так что с днюха тебя и пишет дальше. А теперь, внимание, вопрос. А когда же нам поздравить тебя с 48? Happy birthday. Значит, я это уже говорил, если ты, Алексей, пропустил, 30 мая. Это еще долго. Так что напоминать я больше не буду. Кто запомнил, тот запомнил. Кто нет, то проехали. Геннадий Штефанец. Штефанец. Привет, дядя Вова. Привет, Гена. Спасибо за вопрос, спасибо за коммент. Хотя вопроса нету. Просто спасибо за коммент. У моей жены Юли 11 октября, день рождения. Поздравь, пожалуйста. Значит, у меня сегодня 11. Но вы когда уже будете ролик смотреть, у вас уже 12. Так что на один день я опоздал. Вчера у нас было воскресенье. По воскресеньям я не работаю. Я это уже объяснял. А начинаю работать в понедельник. То у вас только во вторник выходит. Так что в понедельник у меня обычно никогда киношки нет. Так что уже извиняйте. Так что Юля, жена Геннадия, я тебя поздравляю с днем рождения. Всех благ тебе желаю. Огромный привет с Америки. Happy birthday. Будь счастливая. Алекс, Алекс. Огромный привет тебе. Пишет, привет, Вова. А мне 59. Живу в Финляндии. Поздравь меня тоже, пожалуйста. Так что 59 лет. Нормально. На следующий год будем тебя поздравлять уже с круглой датой. Happy birthday from America. С днем рождения тебя. С прошедшим, скорее всего, уже. Так что всех благ тебе желаю. Спасибо, что смотришь. Так что люди добрые. Всем спасибо за этот просмотр короткий, что наснимал сегодня. Как говорится, сколько сил хватило. Столько заснял, столько сделал работы. Один, как я сказал уже, амортизатор не открутил, промудохался с ним. И спина теперь болит, и руки болят. Под траком лежать это не... Тяжело, я бы сказал так. Так что все, я отдыхаю и монтирую кино. А вам спасибо за просмотры. И привет, как всегда, всем подписчикам от дяди Вовы. И всем зашедшие на этот канал, кто просмотрел. Всем привет.